Как работают нейроны? Не так. И, в общем-то, к этому склоняются большинство исследователей. Но раз не так, то мы должны сказать, в чем же функция психического. Один из подходов был сформулирован Петром Кузьмичом Анухиным. В своей замечательной работе, которая, к сожалению, не так часто цитируется о природе психического, он писал о том, что психика возникла в процессе эволюции, потому что она имела большое приспособительное значение. И значение это заключается в том, что в психическом образе суммарно представлены различные качества объекта, те, которые важны для нашего организма. Ну, простой пример, который он приводил, это грелка. Значит, мы, когда ставим грелку, мы сами знаем, где ее нужно поставить, и регулируем то тепло, которое нам приятно и которое неприятно. Если бы не было такого вот суммарного представления о действительности, значит, вот об этих параметрах грелки, то как бы мы могли вообще это все оценить? Это было бы практически невозможно, да, что это регулятор какой-то тепла. Фактически здесь сразу, быстро, надежно и суммарно, интегративно предстает перед нами внешний стимул. Это первая функция, это, значит, интегративное представление качеств объекта. Второй принцип сформулировал Роджер Спейли. Это, в общем-то, единственный Нобелевский лауреат, который получил Нобелевскую премию за, ну, там не было слова сознания, а за работы близкие к тому, чтобы понять природу сознания. Вот, в частности, за межполушарные взаимодействия он получил вместе с Хьюманом и Визелом, ну, те за колонки, а он, значит, вот за межполушарные взаимодействия. Почему я говорю единственный Нобелевский лауреат? Хотя мы знаем Павлов, Эдельман, Крик, тоже занимались сознанием. Все дело в том, что вот те, как начали заниматься сознанием, после того, как получили Нобелевскую премию за другие работы, и, воодушевленные вот этим успехом, они начали работать в той области, которая очень интересует, в общем, каждого, да. И Павлов в этом писал, что муки нашего сознания, природа нашего сознания – это то, что интересует человека все более. А вот Спери, значит, был единственный, который, в общем-то, получил за те исследования, которые как бы были близки к проблеме сознания. Что писал Спери? Значит, у него была теория ментализма. Он говорил, что психика, возникая на основе сложной мозговой интеграции, то есть процессы объединяются определенным образом, она получает закономерности некоторого высшего порядка, которые могут в порядке нисходящей детерминации регулировать нервные процессы. Он говорил, что тут, кажется, есть противоречия, потому что, с одной стороны, психическое, оно основывается на нервных процессах, а с другой стороны, мы говорим о том, что нервные процессы управляются психическим. Спери говорил о том, что в этом нет противоречия, потому что это два вида детерминации – восходящая и нисходящая. Это одно из очень важных таких понятий современной науки, и вот здесь он был применен Спери для объяснения сознания. В качестве примера Спери, значит, вот приводит пример колеса. Вот, говорит, колесо, оно с горы катится, потому что оно имеет круглую форму. Если оно не имело бы такой круглой формы, оно бы стояло на месте. И вот это колесо, благодаря своей круглой форме, спускаясь с горы, увлекает за собой молекулы, из которых оно состоит. Здесь как бы, значит, закономерности высшего порядка управляют закономерностями низшего порядка. Но вот если с тем, что сказал Анохин, мне вот, например, все ясно, здесь вот с этой нисходящей детерминацией, ну, в общем-то, все-таки я не могу сказать, что я все здесь понимаю. Потому что можно также сказать, что вот, значит, вот точка опоры, да? Конечно, вот эти молекул, которые влево от точки опоры, их больше, чем те, которые справа от точки опоры. И, естественно, поскольку притяжение в этом случае получается больше, то колесо, значит, перемещается. Но, тем не менее, вот такая теория есть, она принята. И, в общем-то, конечно, видимо, в этом есть какой-то очень важный смысл. Ну, вот я должен сказать, здесь представители разных специальностей, в том числе, значит, математики и физики, я очень, так сказать, со многими разговаривал и говорил, можно ли смоделировать функцию, ну, в том числе функцию мозга, где бы была нисходящая детерминация. Вот показать, как целое влияет на составные части. Ну, и надо сказать, что, в общем, ответа я не получил. И некоторые говорили, да-да, мы это сделаем, модель такая возможна, но результата нет. Видимо, всё-таки здесь есть какая-то методологическая трудность, которую ещё предстоит уяснить. Теперь, пожалуйста, третья. Значит, третья функция очень тоже важна. Значит, вот, понимаете, наше сознание, оно так устроено, что оно старается объяснить и понять весь мир. И если есть какие-то дефекты в информации, то эти дефекты как бы восполняются сознанием. Причём интересно, что это прослеживается на разных уровнях, начиная с самого простого. Вот, предположим, у всех, значит, у нас в глазу есть так называемое слепое пятно. Его можно обнаружить с помощью специальных, там, тестов, да, есть специальные картинки, но мы же его не видим. Более того, если у человека в результате той или иной болезни возникает скотома, то есть повреждение части сетчатки, то сначала ему очень трудно ориентироваться в окружающей среде, потому что он как бы часть поля зрительного выпадает. Но проходит некоторое время, и это пятно, оно как бы исчезает. Значит, путём движения глаз человек научается всё равно воспроизводить весь, всю картину, всю панораму, которая перед ним стоит. Вот это, значит, функции сознания на низшем уровне. А на высшем уровне, это, значит, мы всё-таки стараемся понять окружающее, как-то объяснить его, если мы не знаем, мы догадываемся. И вот многие, значит, ну, такие вещи, как приметы там и так далее, в общем, они тоже в какой-то степени, это попытка объяснить, предсказать действительность, как будут развиваться события, когда у нас нет соответствующей информации. Пожалуйста, следующее слово. Значит, есть несколько теорий сознания. Ну, вообще, на самом деле, их довольно много. И в одной из работ, в общем, был построен даже такой график, типа координат, и там, значит, примерно 15 теорий сознания были сформулированы в зависимости от того, структурный, функциональный подход и так далее. Довольно интересно. Ну, я расскажу о четырёх подходах, наиболее, в общем, признатых. Первый из них – это те мысли, которые были высказаны Иваном Петровичем Павлом, который говорил о том, что сознание – это так называемое светлое пятно, которое, как он говорил, причудливой формой движется по поверхности коры, и вот там, где оно находится, где сконцентрирована оптимальная, где мозговая структура имеет оптимальную возбудимость, вот это и есть область нашего сознания. Ну, в общем-то, надо сказать, что не так это уж далеко от действительности. Действительно, ну, например, современные методы имиджига показывают, что если человек, например, ну, скажем, начинает вычислять, перемножать, да, то определённую область коры, она как раз получает наибольшее количество кислорода, мы видим её активацию, и это, видимо, соответствует тому, о чём говорил Павлов. Но надо сказать, что эта теория, вот сравнительно недавно, в 80-е и 90-е годы, она была как бы заново рождена и переработана криком, Фрэнсисом криком, это тот, который вот открыл вместе с Отцином двойную спираль. Значит, он показал, что действительно есть механизмы, которые регулируют проведение возбуждения через стелемические ядра, и путём вот обратных влияний от коры на талимус можно отрегулировать их таким образом, что определённая информация достигает коры как наиболее благоприятной, да, с наибольшей возбудимостью, наиболее сильной раздражением, а остальные остаются как бы в тени. Крик назвал эту теорию, они вместе с Кохом работали, назвал это теорией прожектора, как вот, значит, светлое пятно. Теперь, значит, связь сознания с определённой структурой. Здесь тоже несколько представлений. Ну, первый из них, можно сказать, это Пенфилд был. Ну, вы знаете, знаменитый канадский нейрофизиолог и нейрохирург, он считал, что поскольку сознание объединяет как бы различные впечатления, различные сенсорные модальности, различные вообще всю информацию, то он считал, что ретикулярная информация – это является вот той, так сказать, средой, той структурой, где, куда сходятся разные информационные потоки, и это, значит, вот очевидно сознание. Он называл это центр энцефалической теории сознания. Надо сказать, что, несмотря на, в общем, некоторую примитивность, вроде бы, как может там ретикулярная информация отвечать за сознание, эта теория тоже была потом подхвачена. Есть такой исследователь Барс, который работает в Калифорнии, он, значит, создал психолог, он создал теорию театра. Значит, он сказал, что сознание – это театр, в котором, значит, разыгрываются различные сцены, и считал, что подходящей структурой для этого есть как раз ретикулярная информация. Теперь, значит, вот интересные очень взгляды и очень серьезные, это сравнить с недавней работой, это Антонио Дамасио, который, значит, он выделил три уровня сознания и три уровня актуализации своего «я», потому что, собственно, сознание, конечно, без «я» не существует. Всякий, значит, осознаваемый объект, он осознается по отношению к субъекту, то есть к себе самому. Да, вот «я» и вот на меня действует вот это. Вот Дамасио, значит, три уровня такого «я» и три уровня сознания. Прото-я – это фактически сама сенсорная кора, это, значит, свое тело представлять. Он считал, что это, значит, прото-я не осознается. Затем так называемое коренное «я», сердцевинное «я» – это, значит, «я», которое осознается, но осознается в данный момент. Значит, он связывал его с поясной извильной, с передней части поясной извильной. И, наконец, автобиографическое «я» – это «я», который, значит, выстраивает, ощущает себя и помнит свою жизнь, и строит планы на будущее. Здесь гиппокамп участвует, но не только, и другие структуры. Ну, есть еще и теория, скажем, Павел Васильевич Симонов считал, что сознание – это то, что может быть передано другим людям в виде абстрактных символов. И в связи с этим он считал, что ключевым для возникновения сознания является активация моторных речевых областей. Причем это было показано довольно красивым экспериментом на больных с комой. Это эксперименты Ольги Михайловны Гриндель. Она установила, что, значит, она вычисляла корреляции между активностью различных областей мозга. И показала, что, значит, когда человек выходит из комы, то образование связи между зоной верники и зоной брака, то есть чувствительной и моторной речевыми областями коры, как раз совпадает с выходом из комы. Очень красивое такое доказательство. Ну, вот, значит, такое представление. Теперь, значит, есть представление, что сознание связано с определенными ритмами. В основном это, значит, имеется в виду гамма-ритм, который в случае, значит, распространения по коре, он обеспечивает вот состояние беда-бодос, не как бы интеграцию различной информации. Если это, значит, в отдельной области коры, то это интеграция отдельных характеристик образа в единое целое. Это уже Зингер, а то Линос. И эти данные подтверждаются тем, что действительно при даче, скажем, наркоза, вот гамма-ритм сразу исчезает. Во сне он тоже отсутствует. И теперь последний подход, я о нем буду говорить подробно, потому что как раз связан и вот с нашими работами. Я должен сказать, что все вот эти три подхода, они все очень интересны, опираются на важные факты, но тем не менее они не объясняют вот того свойства психика, о котором я сказал вначале, значит, то, что говорил Петр Кузьмич Анохин, вот интегративная оценка действительности. Вот тут она как-то здесь мало представлена. Теперь, значит, четвертый подход, что это сознание, оно основано на специальной организации процессов мозга, а именно, значит, возврата возбуждения в те структуры, где оно уже было, значит, информация приходит в определенный участок коры, ну, скажем, в сенсорную кору, затем опрашиваются структуры, связанные с памятью, с мотивацией и так далее, и потом вновь эта информация приходит, значит, в первоначальную, в проекционную, в данном случае, зону, и на основании синтеза возникает субъективный образ, возникает ощущение. Здесь мы, как раз это соответствует тому, о чем говорил, значит, и Петр Кузьмич Анохин, да? Вот давайте мы об этом подходе, я уж, так сказать, извините, все-таки буду про это более подробно рассказывать, хотя другие теории, я сказал, тоже очень интересны, и главное, что они, в общем-то, не противоречат друг друга, они скорее дополняют друг друга. Пожалуйста, следующий. Теперь, значит, вот как искать механизмы сознания? Значит, просто записать электроносфолограмму в процессе психической деятельности, ну, это фактически ничего не даст. Мы только увидим, что там отдельные ритмы идут. Значит, Арбели высказал такую глубокую мысль, что если вот какой-то физиологический процесс лежит в основе определенной психической функции, то закономерности этого психического процесса и закономерности физиологического процесса, они должны быть похожи. И вот в нашем случае как раз вот нечто подобное и произошло. Пожалуйста, следующее. Значит, были сопоставлены две теории, и в то же время, значит, было произведено, значит, вычисление количественных показателей, количественных параметров, которые можно было определить по этим теориям в возникновении субъективного образа. И, значит, проведены между ними корреляции. Значит, какие теории? Значит, во-первых, это вот наша гипотеза, которую мы, значит, разработали, что вызванный потенциал, он не информационно неоднороден, что ранние его части отражают физические характеристики стимула, а поздние сигнальные значения этого стимула для организма. Ну, это подтверждается многими опытами, это, в общем, сейчас довольно общепризнанная вещь. Значит, когда я, значит, вот вы получили эти данные, и, значит, уже работали с ними, я пришел к тогдашнему директору Института психологии, Российской Академии, ну, профессору Ломову, рассказал этому, говорит, а интересно было бы посмотреть вот этим явлением, что на психическом уровне соответствует. И рассказал ему о наших работах, он сказал, что, знаете, Алексей Михайлович, он так даже воодушевился, вот у психологов есть теория, которая очень похожа на то, что вы говорите. Это так называемая теория обнаружения сигнала, которая описывает ощущения двумя индексами, двумя параметрами. Индексом сенсорной чувствительности обозначается он Дэштрих и критерием решения. Первый, значит, зависит от деятельности сенсорных систем, как мы считаем, а критерий зависит от мотивации. Ну, эта теория была разработана, в общем, в психологах в Соединенных Штатах, и она, в общем, базируется где-то на инженерных представлениях, в частности, радар, и устроенный именно таким образом. Это, значит, детектирующий прибор, просто сенсор. И потом это, значит, устройство, которое оценивает, что в данном случае этот сигнал относится к определенному классу или нет. И разделение, вот тут очень важно, что можно количественно оценить вклад каждого из двух факторов, оно основано на измерении на то, что на ошибках, значит, или ложные тревоги, или пропуск сигнала. И что же мы сделали? Мы, значит, человек сидел и различал интенсивность стимула. Это было сделано на самоценсорном и зрительном анализаторе. И записывались вызванные потенциалы. Естественно, они суммировались, потому что иначе точно их не выделишь, все волны. И одновременно, не одновременно, вернее, а после того, как все закончилось, серия, там, скажем, было 50 или 100 стимулов, мы вычисляли характеристики психофизики, именно вот параметр критерия решения и параметр ассенсорной чувствительности. И потом можно было сделать корреляции, провести корреляции, потому что много опытов, да? Значит, были корреляции межличностные и внутриличностные. И вот что получилось. Значит, получилась одна вещь была предсказуема, а другая вещь непредсказуема. Как всегда, непредсказуемые более интересные. Значит, ранние, видите, они очень хорошо, высоко, достоверно коррелировали с показателем сенсорной чувствительности. А поздние волны, вот здесь, значит, критерии решения, вот эти поздние волны, они, значит, имели высокую корреляцию с этим критерием. Вперед неожиданно. Я когда, знаете, когда вот, я сначала даже не понял, я решил, что здесь или какая-то ошибка, или просто я неправильно считаю. Я считал, что сенсорные волны – это вот первые 100 миллисекунд. А тут, значит, от 120 миллисекунды, это очень важно, я скажу почему, до 220 миллисекунд имеется двойная корреляция. Значит, вот эта волна зависит, она коррелирует и с критерием решения, и с показателем сенсорной чувствительности. Можно было предположить, что это, значит, здесь происходит на этих волнах, они отражают синтез информации о физических характеристиках стимула и его значимости. Пожалуйста, следующий. И было высказано предположение, что, может быть, этот синтез как раз и лежит в основе ощущений, как уже субъективного психического феномена, не как физиологический процесс, а как субъективный феномен. Для этого, конечно, очень было важно получить временные характеристики ощущений. Ну, известно, что информация в кору, в проекционную кору, приходит через 20-30 миллисекунд. Но, оказывается, такие измерения были, начиная с 20-х годов прошлого века, оказалось, что еще никакого ощущения нет. Значит, опыты в основном с методом обратной маскировки показали, что где-то после 100 миллисекунд только ощущение возникает. Но точно это было довольно трудно определить, потому что, понимаете, обратный маскировок. Сначала дается основной стимул, а потом маскирующий. Но маскирующий догоняет его, и где он догонит, это не совсем понятно. Для этого первый должен где-то остановиться. Поэтому точные измерения времени ощущений были проведены только на рубеже 20-21 века. Был использован метод транскраниальной магнитной стимуляции. То есть прикладывался импульс магнитный через определенные сроки, он отставлялся после подачи основного стимула, там нужно было опознать букву, и смотрелся тот период, когда маскировка уже не достигается. Значит, если она уже возникла ощущение, действует потом транскраниальный стимул, он, естественно, не может нарушить этот процесс, потому что он, собственно, уже начался, он уже это, собственно, совершился. Вот, значит, этот опыт, который был проведен в 1991 году, вот видите, значит, 120 миллисекунд, вот плата. До этого действие маскирующего стимула очень сильно подавляло ощущения. Человек не знал, какую букву ему показывали. Как только 120 миллисекунд, вот, пожалуйста, здесь вот это. У нас там 120 миллисекунд, и здесь почти точно, да, те же самые сроки. Я думаю, что это является определенным подтверждением вот нашего предположения о том, что все-таки вот этот круг ощущений и синтез информации о сигнальных свойствах, которые накладываются на физические характеристики стимула, может лежать в основе возникновения ощущений. Пожалуйста, следующее. Значит, вот такая гипотетическая схема была построена. Значит, приходит в зрительную кору через 30 миллисекунд импульс. Потом мы знаем, что, значит, это уже дальше по литературе, да, мы это не могли проследить. Хотя надо сказать, что потом, значит, где-то в 90-е годы Мишкин в Соединенных Штатах, исследуя, значит, процессы памяти, узнавания, recognition memory, вот, в частности, на конгрессе в Глазго, он как раз докладывал, что он у обезьян проследил практически вот весь этот круг. Значит, следующий этап – это нижневисочная кора, где определяется значимость раздражения. Затем задействованы структуры гиппокампа, затем включаются структуры мотивационные, когда определена значимость, значит, сначала опознается раздражитель, гиппокампе сравнивается с прошлым опытом, определяется его значимость, затем, значит, вот мотивационные структуры, и после этого вновь возбуждение возвращается в проекционную кору, и здесь вот происходит этот синтез, который, значит, довольно точно совпадает со временем возникновения ощущений. Вот такая гипотеза. Пожалуйста, следующий. Значит, исходные, в общем, взгляды, ну, вскоре после наших публикаций были высказаны Джеральдом Эдельманом. Это известный тоже американский биолог, он изучал структуру антител, после Нобелевской премии стал заниматься сознанием, и сейчас очень успешно работает в этой области. Вчера Владимир Георгиевич рассказывал о его работах. Видите, он, значит, его теория – это теория повторного входа. Значит, здесь вот схема из его работы 89-го года, и мне кажется, что то, что здесь нарисовано, в общем, достаточно близко к тому, что получили мы. Вообще, надо сказать, теория Эдельмана очень хорошо разработана, очень красиво, убедительно. У него нет вот таких прямых экспериментальных данных, мы это основывали вот на непосредственном измерении, а он на основании анализа литературы и такого вот дедуктического умышления сформулировал теорию, которая, надо сказать, очень детально разработана. И он считал, что этот повторный вход, значит, производится, что зачем он нужен? Для того, чтобы обновить содержание той информации, которая хранится в памяти. Апдейтинг происходит. Вот этот апдейтинг и важен для происхождения сознания. Пожалуйста, следующее. Теперь вот, значит, еще один интересный случай с сознанием. Вот в сознании, если объект неподвижен, то образ очень быстро исчезает из нашего сознания. Мы его не видим. Это исследование Ярбуса. Он исследовал, значит, движение глазного яблока при рассматривании объектов. Была разработана такая довольно сложная методика. Нужна была, значит, присоска на глазное яблоко. Айтрекеров тогда не было. И он, значит, благодаря этому мог стабилизировать изображение относительно сетчатки. Вот смотрите, что происходит. Значит, вот дается вот такой стимул. Да? И вот он виден также. Через очень короткое время, через несколько секунд он уже исчезает из сознания. Он уже не виден. Ну и здесь другие примеры. В общем, было показано, что если образ, если раздражитель неподвижен относительно сетчатки, то он уже перестает осознаваться очень быстро. Как можно узнать, видит или не видит? Он описывал, описывал. Испытуемый. То есть, как будто бы объективно регистрация пускает картинку. То есть, это не регистрация, это просто... Нет, значит, вот левый ряд, это то, что показывали, а это то, что говорил испытуемый. Вот это все. А, именно говорил. Говорил, да. То он, значит, говорил, что вот так, а потом говорит, что еще все серо. В чем тут некоторые тоже тонкости? Значит, где же происходит это торможение? Оно может происходить, и сначала так, Ярбус так и считал, что это, значит, происходит в сетчатке. Но, очевидно, все-таки это не совсем так. Я вот перед поездкой сюда разговаривал с Михаилом Аркадьевичем Островским, специалистом нашей по сетчатке. Мы это обсуждали, вопрос. Там, понимаете, в общем, дело все на самом деле значительно сложнее. Дело в том, что, значит, родопсин, он расходуется очень мало во всех этих случаях. Минимальный расход родопсина. Где-то 3%. То есть, здесь истощение не может быть. А в гонглиозных клетках, значит, они делятся на 3 группы. Он, ов и те, которые поддерживают, значит, импульсацию во время действия раздражителя. И, в общем-то, вот то, что есть клетки, которые реагируют на выключение раздражителя, косвенно может говорить о том, что на самом деле, значит, импульсы-то идут. Потому что если бы они не шли, не доходили бы до слоя гонглиозных клеток, то, видимо, не было бы и офф-эффекта. Ну, что касается импульсации по зрительному нерву, тут тоже не так все просто. Потому что даже в полном покое, когда нет никакого раздражителя, все равно там импульсация есть. Но это вообще так мозг устроен у нас, да, что все пишется на каком-то несущем, на какой-то несущей частоте. Следующий, пожалуйста. Здесь вот и работа Дичборна, который использовал очень похожие тоже методики, присоска, значит, на глазу, но у него несколько более сложные. И вот, значит, он нашел, что сначала исчезает образ, а потом он возникает в виде определенных некоторых его деталей. И он считал, что вот это как раз говорит о том, что торможение это происходит на когнитивном уровне, а не на уровне сенсорных систем. Потому что если бы это было подавление на уровне сенсорных систем, то вот эти отдельные потом образы, отдельные элементы образа не могли бы возникнуть. Ну, вопрос, в общем, достается открытым, но, тем не менее, это все, мне кажется, довольно интересно, потому что, в общем, сознание действительно наше реагирует на изменения, да, оно настроено на изменения. Пожалуйста, следующее. Вот здесь возникает ассоциация с тем, что рассказывал Константин Владимирович относительно процесса реконсолидации. Вот я думаю, что вообще это очень интересные, конечно, находки, вот реконсолидации. Вот не связано ли какое-то сознание с процессом вот реконсолидации? Потому что реконсолидации происходят в том случае, когда появляется, значит, извлекается информация, и она чем-то дополняется, она не такая, как была раньше, а она новая, потому что я думаю, что если на автоматическом уровне, мы там, когда идем, мы тоже извлекаем информацию, и когда у нас шаг, да, видимо, там никакой реконсолидации нет, а именно вот обучение. Вот такая мысль, в общем, аналогия возникает. Я думаю, что, в общем, надо еще над этим подумать и поработать, но тем не менее, вот такие мысли есть. Пожалуйста, следующее. Ну, здесь, значит, некоторые выводы предварительно из того, что я сказал, да, что синтез информации лежит и является фундаментальным механизмом, который лежит в основе перехода как бы физических явлений, физиологических явлений, психических. Вот английский философ Чалмерс, он писал, что в процессе мозга часть из них происходит в темноте, это те, которые мы не осознаем, а те, часть, которые, значит, на свету. Так вот, для того, чтобы они вышли на свет, нужен вот этот синтез. Ну, и дальше вы видите, значит, вот определенное, значит, скадрирование происходит, значит, сознание состоит из скадров. Значит, показано было еще американский психолог Джеймс, он писал о том, что есть такое понятие психологический рефракторный период. Что ни один психический образ не может быть короче, чем 100 миллисекунд. Значит, вот когда мы смотрим кино, там, конечно, кадры значительно более частые, да, но здесь мы не видим отдельных кадров, они как бы перетекают один друг, в другой переходят. Так, пожалуйста, следующий. Здесь, значит, анимация, поэтому, значит, здесь исследованы корковые связи в процессе мышления. Пожалуйста, по очереди, значит, нажимайте. Здесь, значит, два вида задач, да. Слева пространственные, нужно сравнить два изображения и определить, они идентичны или они зеркально-симметричны. И справа, значит, вербальной задачей нужно найти слово, одно из четырех, которое относится к другой семантической категории. Разные картины связей, больше справа они, значит, при пространственном мышлении, и, значит, слева лобная кора при вербальном мышлении. Но что здесь интересно, что связи, пожалуйста, вот теперь следующее. Видите, в покое, значит, здесь другое, это тоже изображение тех же связей, только, значит, они, в зависимости от количества связей в данной точке коры, это они помечены цветом. И видите, значит, здесь вот в покое совершенно симметричная картина, да. Здесь, значит, образное мышление. Вот нужно определить эмоцию по фотографии лица. Здесь образуются фокусы, то есть точки схождения нервных связей, которые преимущественно расположены в теменно-височной коре. И, значит, здесь вот решение анаграмм, здесь, значит, лобная кора. Эти фокусы. Значит, мы пришли к выводу, что в отличие от покоя, значит, картина корковых связей при деятельности, она существенным образом трансформируется. Связи начинают сходиться к определенным областям коры, где, как мы предполагаем, возможно, значит, происходит синтез той информации, которая приходит из различных отделов мозга. И вот на основании этого синтеза, опять же, это предположение, значит, достигается решение. Пожалуйста, следующую картинку. Значит, вот он, этот самый фокус взаимодействия, как его назвали, да? Значит, он состоит из центральной такой структуры. Значит, эти вот все нейросети, они все образованы на разных частотах, они поддерживаются разными частотами. Это все исследования электронсфолграба и спектральный анализ, да? Если, значит, одна частота, то это, значит, очевидно, есть потенциальные между ними связи. А вот все они сходятся к одной точке коры, где, как мы предполагаем, эти, значит, элементы различных нейросетей образуют между собой жесткие связи, и благодаря этому они могут как бы объединить информацию. И вот, очевидно, в основе этого объединения и происходит достижение решения. Надо сказать, что у Джеральда Эдельмана в его книге есть тоже сходные такие представления. Он, значит, считает, что в основе сознания лежат динамические сердцевинные структуры, так он это называет. Это, значит, структуры области коры, которые отличаются двумя признаками. Во-первых, они, значит, сложность, неоднородность. И, во-вторых, это связанность. Вот может быть однородная структура, и она между собой связана. А здесь, значит, наоборот. Они все разные, но, тем не менее, они все связаны между собой. И вот на основании, значит, функции этих структур и достигается осознание стимула. Значит, Джеральда Эдельмана такое приводит в сравнение. Как это говорит, эта структура, она напоминает семью. Вот каждый член семьи имеет свои знакомства и собственные интересы, но, тем не менее, все они, значит, когда вот они собираются вместе, они, значит, имеют, и вообще они имеют общий интерес, и они обмениваются, значит, информацией. Всем это для всех интересно, потому что это близкие люди. И вот там, значит, какое-то принимает семейное решение. Ну, можно сказать, что так же вообще устроено и правительство, правда? Там тоже, значит, сидят министры, каждый отвечает за определенную функцию, за определенную часть информации. И вместе они, когда собираются, они принимают решение. Пожалуйста, следующее. Ну, здесь я привожу просто стихотворение Тютчева. Можете его прочесть. Так связан, соединен от века союзом кровного родства, разумный гений человека, творящий силой естества. «Скажи заветное он слово, и миром новым естество, всегда откликнуться готово на голос родственного его». Пожалуйста, следующее. Еще одна функция очень интересная, связанная, в общем, с сознанием. Это так называемая декларативная память. Наше сознание, хотя я говорил, вот оно стоит из кадров, да? Но его способность, одно из его отличительных черт – это способность воспроизводить и помнить всю последовательность событий. Писатель Гранин приводит такой пример, значит, сравнение. Говорит, это вот память, это она аналогично, значит, прочитанной книге, которую человек может открыть на нужной странице. Вот ему хочется вспомнить, там что-то такое, он открывает и ее читает. Вот так же устроена наша память, которая получила название декларативной памяти. По философу Бергсону, это память души, в отличие от памяти тела, которая, значит, связана с образованием различных двигателей, наук и так далее. Вот ее, так сказать, мобильность. Теперь, а это что такое здесь? Это гиппокам, да, морской конек. Потому что это, значит, его именем, потому что сходно названа структура в мозге. Пожалуйста, следующее. Которая как раз отвечает за эту вот декларативную память. Значит, здесь очень интересные вообще соображения и новые данные есть. Они получены, в общем, сравнительно недавно, ну, последние, может быть, 20-30 лет. До этого, значит, структуры гиппокампа не было известной, ее честная связь с памятью. Значит, интересно, что, значит, здесь вход, тоже есть два входа. Три синаптический и моносинаптический. Вот считается, что сравнение вот этих двух входов очень важно для того, чтобы возникла декларативная память. Теперь, что такое, значит, декларативная? Это связь с контекстом, в отличие, скажем, от семантической памяти, значит, где просто факты. Вот вода закипает при температуре 100 градусов, это факт. А я встретил вас и все былое, да, это, значит, событие. Чем отличается событие от факта? Тем, что оно связано со временем и с местом. И вот предполагается, что, очевидно, то, что вот есть в гиппокампе клетки места, place cells, очевидно, как раз это и помогает, значит, вот запомнить, приурочить данное какое-то событие с определенным местом. Что касается, значит, времени, здесь немножко сложнее. Я думаю, что, в общем, там не описано таких специальных структур, но есть в коре головного мозга специальные, значит, образования, специальные поля, которые отслеживают время, в том числе, значит, и лубная кора. Пожалуйста, следующее. Да, здесь еще вот, что я хочу сказать. Очень интересно, что здесь вот эти два вида памяти, они отражаются в определенных компонентах выездного потенциала. То есть мы можем их записать и проанализировать у человека, когда, какая часть памяти активируется. Вот, значит, здесь два компонента. Первые 300 миллисекунд, мы уже говорили, что это, значит, просто восприятие. Вот 400 миллисекунд – это так называемая семантическая память, запоминание фактов. А вот 500-700 миллисекунд – это, значит, запоминание в связи с контекстом эпизодической или декоративной памяти. Что интересно, значит, вот американцы, это Мишкин делал, значит, когда он, значит, у него возникла вот эта идея, они провели скрининг практически всего населения и нашли 5 всего человек, у которых был поврежден гиппокамп с двух сторон при неповреждении других структур, в том числе интеринальной коры. Почему происходит? Это, значит, гиппокамп очень чувствительный к недостатку кислорода. Он потребляет много кислорода, и, скажем, при родовой травме встречаются иногда вот такие случаи несчастья, когда, значит, вот повреждается гиппокамп. Вот оказывается, что такие люди, вот видите, у них, значит, вот вызванный потенциал, у них, значит, семантическая память существует, здесь отклонение, а вот эти поздние компоненты у них, значит, не работают. Значит, эти люди, они могут обладать достаточно высоким интеллектом, они, в общем-то, даже, так сказать, учатся и приобретают знания, но они совершенно беспомощны в ориентировке во внешней среде, потому что они не могут рассчитать время, не могут рассчитать события вперед. И, значит, вот говорят, аппоинтсмент, и у них, и, забыл термин, в общем, они не проворачивают, не строят, значит, вот, плана, у них нет плана, потому что у них нет вот такой памяти, связанной с событием. И вот эти больные, значит, тут как раз у них нет этого компонента. Пожалуйста, следующее. Ну, здесь просто дополнительное доказательство, запись непосредственно от гиппокампа, что действительно эти компоненты связаны в данном случае. Пожалуйста, следующее. Ну, кроме того, значит, вот, декларативная память эпизодическая, она отличается от семантической тем, что имеется большое количество дополнительных связей между различными отделами карты. Пожалуйста, следующее. Теперь, значит, вот время. Это, значит, из работы Гольдман-Ракич, который показывает, что в префонтальной коре есть три вида нервных клеток, которые, как бы, передают эстафету от одной клетки к другой. Значит, когда действует стимул, возбуждается одна группа клеток. Через некоторое время она перестает быть активной, и передается другой группе клеток, которые, значит, разряжаются в то время, пока не наступит время двигательного ответа. И третья группа клеток, она, значит, отвечает уже связанно с двигательным ответом. Значит, как бы эстафета передается. Это здесь исследовались корковые связи в процессе ассоциаций. Пожалуйста, следующее, давайте. Ну, здесь вот подытоживается то, о чем я говорил. Значит, ну, я не буду повторять. Значит, здесь и речь идет о синтезе, о декларативной памяти, о связи лобной и левой височной коры при соединении существительного с глаголом. Пожалуйста, следующее. Содержание сознания – это вот чувство нового, да? Это то, что изменяется, и то, что придает жизни ее высший смысл. Пожалуйста, следующее. Нет, я, в общем, я… Очень интересная вещь, мы начали недавно это исследовать, связь гена и психической функции, значит, варианты гена. Но я уже и заранее решил, что мы их пропустим, потому что это немножко другая тема. Значит, здесь, значит, вот очень интересная, значит, современная задача. Это вот мне очень понравился термин – брейн-ридинг, да? То есть по физиологическим показателям можно определить содержательную сторону работы мозга. Не больше разрядов, меньше разрядов, выше волна, вызовет под зал, ниже. А вот что, чем занят мозг. Значит, здесь вот видите, Павел, следующий. Значит, вот будет опубликован специальный номер вот этого журнала, из-за того, рейтинга, да? И они, значит, до 30 ноября, значит, принимают статьи, где, значит, будет этот вопрос затронут. И вот я хочу рассказать о наших исследованиях в этой области. Пожалуйста, следующее. Значит, это вот распознавание типа совершаемого в уме мыслительной операции по рисунку электронисполограммы. Значит, здесь представлены два вида задач. Одна пространственная, а другая чисто такая вербально-логическая. Записывается электронисполограмма в процессе решения. Производится, значит, спектральный анализ. Затем этой информацией поступает на обучаемую нейронную сеть, которая сначала обучается на выборке, скажем, 50 задач таких разного типа, одного и того же типа, но разные варианты. А потом она может распознать по электронисполограмме, какая именно задача решается в данный момент с точностью около 85-90% правильных обнаружений. Причем, значит, пожалуйста, следующее. И более сложные задачи. Значит, внутри данного типа задач, вербально-логической или пространственной, можно различить даже, чем занят человек. Тут четыре варианта таких вот вербальных задач, и четыре задачи пространственных задач. Причем они довольно все сложные. Они, можно так вообще сидеть и думать, записывается электронисполограмма, и потом сеть обучается. Причем, значит, можно тут разные варианты. Значит, обучается, скажем, на данном виде задач, и она различает от другого вида задач. Можно сравнить, обучается на одном виде задач, и потом, значит, сравнивается с другим типом мышления другой задачи. Разные варианты. И, пожалуйста, следующее. Значит, вот здесь суммарно показаны эти результаты. Видно, что, в общем-то, процент распознавания, значит, между типами мышления, он, как я сказал, 85-90%. Внутри задачи, вот одну задачу от другой, это где-то 66%, значительно ниже, но все-таки так достоверно выше случайного уровня. Теперь, если обучается на одной задаче, а потом, значит, пробуется другая задача, то, значит, более сложное такое задание. Здесь около 6-6%. Пожалуйста, следующее. Здесь просто показаны различия в спектрах. Видно, что действительно изменяются пики спектральные при различных видах задач. Причем эти изменения иногда бывают довольно даже не очень выражены, но, как правило, они, в общем, сконцентрированы где-то на частотах ближе к альфа или бета-ритму. Пожалуйста, следующее. Значит, здесь другая, это работа Хаксби, который использовал функциональный магнитный резонанс для разделения, значит, прочтения того, что видит в данном случае испытуемый. Значит, это лица, дома, ну и другие там изображения, да, мебель. И, значит, обучается, значит, сравнивается эта задача, и потом, значит, проводится корреляция между, значит, вот данным типом и тем же самым, да, вот насколько они повторны, да. Здесь показаны, значит, карты нижней височной коры, которые отвечают за опознание объекта. Здесь цветом обозначено. В общем, различения получаются, в общем, достаточно высокие. Тоже где-то около 80%. Видите, значит, читается содержание здесь уже по картинке, значит, потребления кислорода, болт-эффект, так называемый. Пожалуйста, следующее. Ну, это вот биологическая теория, значит, гипотеза, что такое понимание. Пожалуйста, следующее. Значит, вот известный английский физик и математик Роджер Пенроуз, у него есть несколько книг, посвященных по сознанию, они, в частности, переведены на русский язык, очень здорово все там написано. И он, значит, приходит к выводу, что сознание не может быть сведено к вычислениям. И приводит в том числе, значит, как доказательство теорему Гёделя о том, что правильность основных действий арифметики не может быть доказана вычислением. Хотя для нас она совершенно, так сказать, очевидна правильность, и мы это знаем по личным опытам. Пожалуйста, следующее. Ну, как пример, значит, непонимание компьютером, компьютер не понимает, приводится шахматная позиция, но, к сожалению, времени нет, давайте, я пойду дальше. Значит, вот такая гипотеза, что, значит, все-таки понимание связано с тем, что данный стимул соотносится с определенной потребностью. Что понимание – это, вот, так сказать, когда я понял, что это вот нужно для этого, что вот я сделаю вот это, значит, я для того, чтобы понимание – тогда, когда я знаю, как отвечать на данный раздражитель и предвижу результаты своих действий. Пожалуйста, следующее. Ну, посмотрим с эволюционной точки зрения. Значит, как в эволюции, так и в эндогенезе. Сначала возникает понимание, а потом возникает вычисление. Ну, здесь вот пример из, значит, вот фотография из, значит, известного циркача Дурова, да? Ну, может сказать, что его собаки не понимают. Да прекрасно они его понимали, да? Выполняли все его команды, в том числе и речевые. Вот, значит, здесь собака понимает, потому что она получает то или иное поощрение. Для нее команда значит, вот, что она получит именно тот, или ту или иную награду, или наказание. Пожалуйста, следующее. То же самое у ребенка. Ребенок еще не умеет считать, но, тем не менее, значит, он прекрасно понимает и сущееся удвоение. Он может все свои рисунки перечислить, для него это несложно, да? Но сколько их не знает. То есть сначала возникает, значит, понимание и знание, а только потом возникает абстрактное вычисление. Ну, я об этом вообще несколько раз... Пожалуйста, следующее. Несколько раз выступал, начиная, может быть, с пятого года, и, надо сказать, в общем, как-то... Ну, говорит, да, 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 в общем, так, но вот я чувствовал, что ответа нет, и какой-то скепсис был, что все-таки это слишком просто для понимания. И для меня было приятно получить, в общем-то, поддержку от одного известного, значит, американского физиолога Уолтера Фримена, который вот здесь, значит, он изложен, его точка зрения, что всякие, значит, вычисления натуральные, они чем отличают от искусственных учреждений? Они интенциональны. То есть они имеют определенный смысл. Они, организм их делает для того, чтобы достичь какой-то определенной цели. Вот здесь, значит, фотографии из его, значит, просто обложка его последней статьи. Было очень интересное выступление в Петербурге на Конгрессе по психофизиологии в прошлом году. И в том числе он говорил, что вот понятие информации и понятие знания – это совершенно разные вещи. Хотя вроде бы это одно и то же, да, и там, и там, значит, новые какие-то сведения. Информацию видеть нейтрально. Знание, знание всегда имеет смысл. Оно имеет смысл для данного человека, потому что он знание может быть, может применить для достижения определенной цели. Так, следующее. Здесь, значит, данные из работы, которая была проведена методом позитродно-эмиссионной томографии. И, значит, там довольно сложная методика, какие области коры активируются при понимании. И вот здесь было, значит, показано, что вот префронтальная, определенная область префронтальной коры, вот она непосредственно связана с пониманием. Это, значит, как… Причем это область, которая связана с наградой. То есть, вот действительно, когда человек понял, для чего это ему нужно, да, он, значит, получает, как бы, значит, награду, и вот активируется эта область коры. Американский философ Сёрл очень хорошо писал о том, что, знаете, вот говорят, что это не нужно изучать сознание, потому что нельзя сформулировать, что это такое. Он говорил, что точная формулировка понятия, она является не начальным этапом научного знания, а конечным. Приводит пример воды. Значит, вода – это H2O. Но это нам ясно только после того, как мы, значит, поняли, узнали ее структуру. Но это не совсем… Это конец нашего знания, конец изучения структуры воды, да, химического состава. А для начала достаточно просто знать, что это вот то, что мокрое, текучее, хорошо растворяющее и так далее. Я считаю, что это, значит, способность человека видеть и ощущать внешний мир по отношению к себе и стараться его понять, как-то упорядочить, упорядочить и создать какую-то целостную картину. Вот, по-моему, сознание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok